Как настроить мобильную версию сайта Elementor на WordPress, чтобы наш сайт одинаково красиво и удобно смотрелся на любых устройствах? Телефоны, смартфоны, планшеты и так далее. Подробнее в этом видео. Итак, давайте посмотрим, как нам настроить мобильную версию. Конструктор Elementor устроен таким образом, что мы можем элементы, будь то картинка, текст, скрывать на разных устройствах. Ну, например, какие-то картинки, незначительные для мобильных устройств, обычно скрываются. То есть мобильная версия сайта в любом случае должна быть меньше. То есть меньше по размеру. Должна остаться только суть. Так как люди, проводя время на сайтах через свои устройства, намного меньше проводят времени. По-другому себя ведут. И поэтому какие-то картинки, которые там неуместны, там как-то не умещаются или еще что-то. Например, вот эта девочка. Ее здесь никак на мобильной версии она не будет смотреться. Так как устройство маленькое, у нас колонки выстраиваются друг за другом. Получается ее девать как бы некуда. Она либо выше, либо ниже. Но если она ниже формы, тогда она как бы не к месту. Поэтому, скажем, картинку вот эту девочку мы на мобильных устройствах вскроем. Ну и много чего здесь еще надо смотреть и понимать, что мы вообще хотим видеть в мобильном устройстве. И давайте к технической стороне, как это устроено. Внизу вот здесь есть такая иконка. Вы ее уже видели. И мы сейчас касаемся только в этом уроке. То есть кликнув по ней, мы видим планшет. Кликнув по планшет, мы сразу видим отображение сайта, как он выглядит на планшете. На телефоне. Сразу видим на телефоне. И давайте прямо сверху начнем. По порядку. Давайте поговорим про меню. Нужно ли вам вообще меню выводить, если это якорное меню, оно прокручивает по странице. Если вы часто пользовались телефоном, заходя на сайты, вы видели и понимали, что пальцем гораздо удобнее прокрутить страницу. Если у нас речь идет именно о лендинг пэйдж. Именно об одностраничном сайте. В таком случае я рекомендую вообще скрыть. То есть мы можем вот отсюда попасть, да, на разные устройства. А также мы можем, то есть мы скрываем всю секцию меню. Нам не нужен он ни на планшете, ни на телефоне. Потому что там пальцем удобнее прокручивать. То есть мы заходим в настройки секции. Расширены. И вот здесь вот практически в каждой секции, в каждом каком-то плагине есть вот такая вот адаптивность. Вот. И вот здесь вот есть ползунки. Видите, скрыть на планшете мы переключаем. То есть скрываем на планшете. Скрыть на телефоне. Скрываем на телефоне. Обновить. Все. Мы его скрываем. Он нам не нужен. То есть сейчас, если мы посмотрим, обновим сайт. На компьютере меню есть. Имитацию мобильного устройства. Чтобы каждый раз вот через телефон не переходить. Здесь можно правой кнопкой мыши в браузере просмотреть код элемента. И вы не видите больше секции. Видите, вот здесь, кстати, можно определить устройство. Перейти на сайт имитации устройства Galaxy. Там iPhone X, iPad. И вы видите, что нету, нету больше меню. Не на iPad. Короче, вот эта ориентация телефона. Можно поменять там. Здесь меню есть. А на маленьких устройствах нет. Теперь нам надо разобраться, чтобы у нас красиво отображались иконки. Вайбер, WhatsApp и телефон. Для этого нам нужно колонки выровнять таким образом. Смотрите, мы переходим в планшет. Переходим в иконку. Кстати, не смотрите, что в предпросмотре меню здесь видно. Оно на сайте вы видели. Только что его не видно. Давайте в телефон. Смотрите, ширина колонки. Вот тут у нас подсвечивается синим. Это говорит о том, что у нас выбрано устройство планшет. Размер ставим 80. То есть размер нашей вот этой ячейки или строки 80. Дальше 20% я оставляю для наших социальных кнопок. Нам нужно там выставить это, чтобы они выстроились в один ряд. Телефон, то есть на одной линии с этими кнопками. Я перехожу сначала в настройки строки. Сначала в Viber. Выставляю здесь 10. Перехожу в WhatsApp. После обновления страницы, можете сами посмотреть, например, через iPad. Видите, ровненько телефон на своем месте, в правой части иконочки. Тоже нормально смотрится. В развороте, посмотрите, вот в таком развороте. На разных устройствах. Смотрите. Единственное, что мы не настроили еще телефон. То есть видно, что здесь еще смотрится не очень хорошо. Дальше. Теперь настраиваем телефон. Переходим в настройки секции телефона. Здесь я выставляю 70. Видно, что вот эти строки для кнопок большие. Заходим. Для иконки Viber 15 получается. Здесь тоже 15. То есть вот такого вида. Соответственно, для такого устройства размер телефона слишком большой. Перехожу в карандашик самого текста телефона. Стиль. Типографика. И размер. Выставляю 20. Вот таким образом. Видите, чтобы у нас выстроилось все в одну, так сказать, строку. И это все смотрелось красиво. Вот смотрите, как это сейчас. Обновляю. И все выстраивается очень симпатично. То есть в Elementor мне очень нравится, как устроена структура. И устроена вообще мобильная версия. Очень отзывчиво, гибкая. То есть есть опыт работы с конструкторами, где очень много возни и должного эффекта не получается. А здесь видите, как все четко смотрится. Движемся далее. Заголовок. УТП, ну, уже, я думаю, сами разберетесь, да. Текст можно уменьшить. Я сразу хочу вам показать, например, как вот этот текст получить в консультацию. Он достаточно большой. Его можно отдельно убавить, чтобы на мобильной версии он был меньше. В моем случае у меня вообще текст за кнопку залазил. Мы с вами переходим. Вот здесь даже видно у меня U кнопка, видите, улазит. В настройки, в карандашик. Наши формы, стиль. Это все у нас Submit Button. Типографика. Кликаем по карандашку. Размер. Здесь выбираем 16. Видите, как все красиво. Кнопочка здесь. Теперь нормальный. Я могу прямо здесь. Вот видите, на иконку планшета кликнуть. Кнопка больше здесь. Ну и теперь с девочкой. Смотрите, что получается. Давайте на планшете. В принципе, можно оставить. На телефоне. То есть я прям перехожу в настройки секции. Переходим на телефон. Она у нас ведь располагается ниже. Поэтому мы с вами скрыть на телефоне. Обновить. Здесь она есть. Обновляем. Смотрим. Девочки нет. Все. И кнопка меньше. Меню, кстати. Видите, сейчас нормально всплывает. Надо просто было обновить страницу. То есть с меню все в порядке здесь. То, что на телефоне шапка тоже всегда видна. Это тоже, тоже хорошо. Смотрим в развороте. Здесь нет. А вот если на iPad Pro, девочка есть. То есть все смотрится достаточно интересно. В этом видео я вам показал наглядно, как работать с мобильной версией сайта. И как это легко все настраивается. Думаю, вы согласитесь, что нет смысла вам объяснять и показывать, как настраивать мобильную версию для всех экранов нашего сайта. Думаю, после этого видео вы разберетесь, включите фантазию и настроите мобильный макет сайта такой, какой вам больше всего понравится. Полный видеокурс по Elementor Pro для начинающих. В данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том, как создать профессиональный сайт на Elementor Pro версии. Пройдя этот курс, вы станете настоящими профи в создании сайтов. Я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Прямо сейчас вы можете перейти к следующему видео, где я покажу, как ускорить сайт на WordPress, используя конструктор Elementor, чтобы ваш сайт быстро открывался у конечного пользователя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!